Дима и Лика Дима не пошли на пледж. Они сидели за столиком на террасе, откуда открывался великолепный вид на скалы, омываемые океанами. Его разбушевавшиеся волны шумом обрушивались на темные камни, которые, словно огромные ножи, вгрызались в серое небо. Человек, обладающий малой толикой фантазии, мог представить, что вот-вот из серой бездны возникнет черный корабль с разорванными парусами без экипажа на борту. Примерно такую картину и рисовал у себя в мечтах Дима, не спеша потягивая ледяное пиво из пузатого бокала. Его стенки запотели и приятно холодили ладонь. Но мы с Димой были совсем не об этом. Вот корабль-призрак, раскачиваемый волнами, пристает к берегу, сами собой спускаются трапы прямо к земле, где Дима хватается за них, чтобы подняться. На борту никого нет, лишь скрипит деревянный пол, да ветер крутит штурвал. Он подходит к нему, кладет руки, прикасается к деревянной поверхности штурвала. Теперь он капитан корабля. Ветер развивает его слегка мокрые от дождя волосы, глаза его горят, в груди и сердце бешено пульсируют в ожидании приключений. Глоток хмельной свежести. Дима закрывает глаза, чтобы в полной мере представить себя у штурвала неведомого корабля. Лика поправила слегка спавшую с загорелых плечей шерстяную шаль и поерзала, устраиваясь поудобней в плетеном кресле. Затем изящным движением руки взяла дымящуюся тонкую сигарету, источающую ванильный запах, и поднесла ее к губам. Зрачки ее пронзительно-зеленых глаз бегали из стороны в сторону, читая статью в глянцевом журнале. Шел седьмой день их первого совместного отпуска, и статья как раз была о том, где и как можно было бы приятно провести отдых. Не сказать, что Лике не понравилось место, куда они приехали, но для нее оно было слишком непривычным, каким-то чересчур тихим, что ли. Нет, она никогда больше не согласится остановиться в глуши, даже если глушь будет такой же вописной, как эта. Ей нравится их небольшой, но уютный деревянный домик и открывающийся с террасы на втором этаже вид на океан. Но отсутствие развлечений в радиусе 100 миль и спутникового телевидения делали отдых каким-то неполноценным. Она была из тех девушек, которые привыкли жить в постоянном движении, в постоянном контакте и взаимодействии с окружающим миром, быть в курсе всех мировых новостей, как на работе, так и на отдыхе. Наверное, именно поэтому в свои 27 лет она уже занимала должность финансового директора в небольшой, но стремительно развивающейся торговой компании. А в этом месте еще к тому же и телефон не ловит сеть, что все больше удручало Лику, так как наверняка ей не может сейчас дозвониться уйма важных людей с не менее важными делами. Она на несколько секунд бросила взгляд на мужчину, сидящего в кресле, напротив нее, на Диму. Тот как раз сделал очередной долгий глоток из запотевшего бокала, пустошенного наполовину, и откинулся на спинку кресла, закинув руки за голову. Он блаженно зажмурился. Легким движением она неслышно сбросила со ступни открытую туфельку и вытянула свою тонкую ножку с идеальным загаром вперед, упершись ему между ног. Дима мгновенно открыл глаза и, недоумевая, уставился на нее, но тут же выражение его лица сменилось, и губы сложились в улыбку. Он провел ладонью вдоль ее ступни и слегка помассировал. «Ты уже соскучилась, крошка?» Неским голосом спросил он, слегка наклонившись вперед. «Как тут не соскучиться?» Она чуть сжала губы и загадочно отвела взгляд в сторону. «В такой день здесь совершенно нечего делать. Так, может быть, хоть как-то развлечься?» «Хоть как-то», — повторил за ней Дима, и вот уже его сильные руки подхватили ее стройное тело и отнесли в комнату. Он аккуратно уложил ее на большую кровать и принялся срывать с нее одежду. Ее остренькие на маникюренные ногти впились ему в грудь, когда он осыпал поцелуями ее шею. Холодный металл цепочки, который уносил Дима, коснулся ее плеча. На ней висел черный крест с четырьмя белыми камнями на каждом конце. Дима никогда не снимал с шеи это странное украшение, даже в такие моменты, как эти, что, впрочем, лику только возбуждало. Их разгоряченные загорелые тела слились в порывах страсти, ее стоны заглушили далекий шум разбушевавшегося океана. После они снова сидели на террасе, вернувшись к прежним занятиям. Дождь все не унимался, а океан также бесновался вдали, на сером небе не было видно даже намека на солнце. Дима снова погрузился в свои мысли, блаженно откинувшись в кресле. Лика дочитала статью и смотрела на него. Он был всего на год ее старше, но занимал лишь скромную должность экономиста в той же компании, что и она. Но это ее не сильно заботило. Денег им вполне хватало. Больше она беспокоилась о том, что он, порою точно ребенок, уходил в какие-то свои странные мечты и фантазии, из которых его тяжело было вытащить. Но, в принципе, эту его странность лихвой окупали другие качества и умение доставить ей удовольствие в том числе. «Ну вот, опять замечтался», – подумала Лика, наблюдая за тем, как двигаются его зрачки за опустившимися веками. Иногда ей казалось, что они с ним обитают в разных мирах. И хоть он и старше ее на год, все равно был лишь маленьким мальчиком, как и большинство остальных мужчин. «Почему ты носишь этот крест, не снимая?» – неожиданно произнесла она. Дима вздрогнул, как резко разбуженный человек, и рассеянным взглядом уставился на нее. «Что прости?» – он сделал еще один глоток пива из бокала. «Зачем ты носишь этот крест, не снимая?» – сказала Лика, выдерживая паузу после каждого слова, для лучшего восприятия. «Ну как зачем, крошка?» – он удивленно поднял бровь. «Это ведь мой талисман, понимаешь? Когда он на мне, часть моей энергии, передается этой вещице, а когда я ее снимаю, энергия постепенно уходит, рассеивается, типа как у батарейки». «Эх, Дмитрий, Дмитрий, верите вы во всякую ерунду?» – ехидно ответила Лика, нарочно перейдя на официальное «вы». «Вот лучше бы придумали, чем меня развлечь сегодня вечером?» «Как насчет романтического ужина при свечах?» «Только ты и я, мое фирменное блюдо, бутылочка красного вина, звезды и шепот океанских волн», – мечтательно сказал он. «Звучит заманчиво. Вот только со звездами ты ошибся. Их видно не будет». «Взгляд твоих глаз мне заменит их, милая». Он подмигнул ей. Комплимент попал в цель, и слегка язвительный тон Лики смягчился. «Что ж, я согласна. Нужно провести вечер с толком, ведь у нас последний день здесь». Лика уже представляла, как завтра они пакуют чемоданы и возвращаются обратно к прежней жизни и заботам. «Конечно. Тогда я по-быстрому смотаюсь в город за всем необходимым. Хорошо?» «Если это можно городом назвать», – успела сказать ему вслед Лика, тогда, когда он разом прикончил остатки пива и хлопнул дверью. Через минуту он уже бежал по дорожке, уходящей вниз с горы, через небольшое ущелье и заросли деревьев в город. Одетый в пеструю гавайскую рубашку на голое тело, молодой и загорелый мужчина как-то не увязывался с окружающим его пейзажем. Приходящая в упадок тихая рыбацкая деревушка в глуши среди скал. На самом деле именно то, что надо для отдыха от шумной городской суеты, тем более для людей таких профессий, как их. Но Лике с самого начала здесь не понравилось. Он чувствовал это. Слишком уж тихо и глухо. Зато он наслаждался отдыхом. Их домик, наверное, был самым уютным и чуть ли не единственным, предназначенным для сдачи туристов. К тому же еще и находился на Атшибе, на небольшой горе, примакающей к череде других, уже более массивных, уходящих вглубь острова. Остальные же постройки, за исключением здания, управы и магазинов, представляли собой грязные, облезлые и унылые деревянные дома. Дима прошел вдоль маленькой пустынной улицы в шесть-семь домов с покосившейся изгородью и очутился на перекрестке рядом с дорожным указателем. Ржавая железная стрелка неприятно скрипела, болтавшись на ветру. На одном ее конце едва можно было прочесть слово «пристань». На другом краска была несколько посвежей и было написано «центр». Дима усмехнулся, подчеркнув про себя бесполезность подобного рода дорожных знаков, поскольку в этом городишке заблудиться просто невозможно. Если посмотреть налево, уже видна часть пристани. В другой же стороне среди низких деревянных крыш выселась городская управа, выложенная красным кирпичом. Дима свернул в сторону центра. Местные жители сразу показались ему какими-то странными и слишком нелюдимыми. Вот и сейчас на улице никого не было видно. Если бы не ветер, завывающий в скалах, тишину бы нарушал лишь звук его шагов. Но пройдя еще несколько десятков метров, Дима понял, что улица не такая уж и безлюдная, как показалось с первого взгляда. В одном из домов кто-то с горохотом закрыл оконные ставни при его приближении. Из двери другого выбежала маленькая девочка с копной перепачканных белых волос. Пересекла улицу и исчезла в дверях дома напротив. После чего послышался звук запираемого засова. Случайных прохожих все так же не было. Дима миновал здание из красного кирпича, вывеска на двери которого гласила «Управо графства пристани русалки». Городишко, по всей видимости, когда-то давно был английской колонией, о чем говорило слово «графство» в названии, так и то, что те немногочисленные люди, с которыми Диме пришлось здесь общаться, также говорили на английском. Русалычье графство, хотя ему, по мнению, Диме больше бы подошло название «русалычье захолустье», ну или «рыбачье присты», например. Уж, по крайней мере, образ графства ассоциировался у Димы со старым большим замком и прилегающей к нему деревушкой, окруженной обширными полями, а никак не с тихим крохотным поселком, затерянным среди скал. Вспоминая о людях, с которыми он общался, а в их число входили лишь парнишка-продавец и хозяева дома, где они остановились, он мог отметить, что хозяева были крайне скупы на общение, а парнишка же, напротив, так и норовил поболтать. В первую же их встречу он успел рассказать о том, что зовут его Дэн, что он приехал сюда на лето подработать с материка, а также о том, что народ здесь действительно какой-то странный. Дима как раз открыл двери небольшого магазинчика, расположившегося в конце главной улицы. Дэн дремал за кассой, так что из-за прилавка была видна лишь его видавшие виды помятая красная кепка. Он не проснулся даже от звука дверного колокольчика. Дима не стал сразу его гудить, прошелся межполок с товаром, собирая в корзину нужные ему продукты. Сам магазин представлял собой далекое подобие супермаркета, именно такое, каким он и должен был выглядеть в подобной деревеньке. Старые, но свежевыкрашенные в цвет морской волны деревянные полки, очень немногочисленные, из товара представлено в основном только самое необходимое и долгохранящееся. На стене за кассой висит блестящий якорь, поверх которого подвешена табличка с названием «магазина». Такой же якорь, кстати, висел и у входной двери. Вместо кондиционеров здесь работал лишь один вентилятор, и направлен он был на Дэна. На ветероке, поднятом его пластиковыми лопастями, развивались разноцветные бумажные ленточки, привязанные к защитной решетке вентилятора. Дима подошел к полке со спиртным и опешил. Она была почти полностью пуста. Лишь в дальнем конце стояли две бутылки с сомнительно зеленоватым содержимым. Над романтическим ужином повисла угроза. Он подошел к кассе и постучал указательным пальцем по козырьку кепки Дэна. Три раза, прям как в кабинет шефа, перед тем, как войти. Парень понял на него заспанные глаза и улыбнулся, вставая с кресла. «Привет!» – радостно произнес он, доставая товар из корзины. «Ого!» «Да никак! Романтический ужин намечается!» «А ты не находишь, что чего-то не хватает для него?» – съязвил Дима. «Так, так, подожди. Да вроде бы все. А, ну да, вино у нас вчера все скупили». Он провел набор восковых свечей через сканер. «Кто?» – глаза Димы расширились. «Да, владелец бара. Как же его? Не помню. Кажется, он не представился. Слушай, у него наверняка еще что-то осталось. Так что, если ты поторопишься, то, может быть, удастся у него что-то выкупить. Конечно, чуть дороже, чем у меня, но другого выбора у тебя, похоже, нет». «Спасибо, друг». Дима поспешно переложил купленные продукты в бумажный пакет, оставив сдачу на прилавке, и вышел на улицу. Мелкий дождь, все не прекращался. Ветер принес с океана прохладный соленый воздух, раздувая пеструю Димину рубашку. Бар находился на соседней улице метрах в ста от магазинчика. Дима толкнул ногой его дверь, поскольку обе его руки держали бумажный пакет с продуктами. «И почему их делают без ручек?» – подумал он, входя в полутемное помещение бара, освещаемое изнутри лишь одной лампой над стойкой. За ней на высоком стуле без спинки сидел сурового вида мужчина, лет под пятьдесят, с седоватой бородой и в широкополой шляпе. Края шляпы были подраны и свешивались вниз, скрывая его лицо. Он поглощал красное вино из пивной кружки и даже не повернулся в сторону Димы, когда тот вошел внутрь. «Мы закрыты!» – ряфнул внезапно возникший в свете лампы бармен, примерно такого же возраста, что его одинокий посетитель. Он достал откуда-то снизу открытую бутылку вина и подлил в стакан мужчине в шляпе. «Я прошу прощения», – не ожидав такой дружелюбной встречи, – сказал Дима. «Но не могу ли я приобрести у вас бутылочку красного вина? Всего одну, и я сразу уйду». «Я что, не ясно выражаюсь, молодой человек? Мы закрыты!» – угрожающе повторил бармен. В его глазах мелькнул отблеск от лампы. «Но я настаиваю. Вы скупили все вино в единственном магазине, и мне ничего не остается, как…» Дима не договорил. Бармен выхватил из-под стойки ружье и настаивал на него. «Тихо, тихо!» – успокаивающим тоном сказал Дима, слегка опешив. «Я ведь всего лишь…» «Заткнись и выметайся!» – снова рявкнул на него мужчина с ружьем. В воздухе повисло тревожное молчание. Дима не собирался сдаваться. Он был уверен, что бармен не станет стрелять, а бутылка доброго вина ему была просто необходима. Вот только он пока не знал, какую бы применить уловку, чтобы заполучить ее. Дима медленно присел, поставив бумажный пакет на пол и поднял обе руки с раскрытыми ладонями вверх. Потом медленно опустил правую руку в карман, достал кошелек, показал его бармену, чтобы тот смог разглядеть, и швырнул на барную стойку. Кожаный кошелек проехался по ее отполированной поверхности и остановился рядом с бокалом, который держал мужчина в шляпе. «Все, что внутри, за бутылку вина», — сказал Дима, прикинув, что в кошельке оставалось еще баксов триста. Но бармен не стал даже открывать, его швырнув в кошелек обратно. Тот чуть не угодил в лицо Диме, упав где-то за его спиной. «Убирайся, парень! Я больше повторять не буду!» Бармен сильнее уперся в приклад и прищурил один глаз. В этот момент мужчина в шляпе, все это время сидевший безучастно и не обращающий никакого внимания на происходящее вокруг, хриплым низким голосом протяжно затянул песню. «Шепот волн да прибой, Свет глаз небесно-голубой, Вижу я сквозь тьму, Я люблю тебя одну. Но ушла ты снова в ночь, Сумрака прекрасна дочь, Не оставив ни следа, Но я смог найти тебя!» Он замолчал. Бармен опустил ружье, И в его выражение лица появилась какая-то досада. Мужчина в шляпе, не поворачиваясь, Махнул рукой и произнес. «Присядь, парень!» Дима с опаской еще раз взглянул на бармена, Но тот уже положил ружье на прежнее место И принялся греметь бутылками, Бесцельно приставляя их по полке. Какая-то нервозность все еще была в его движениях, Но Дима подошел и сел на стул рядом с мужчиной. «Энди, налей-ка моему гостю!» Попросил он бармена, И через пару секунд перед Димой возник такой же пивной бокал, Наполненный, правда, красным вином. Терпкий запах ударил ему в ноздри, Но он взял бокал и отпил. Мужчина повернулся к нему и протянул руку. «Питер, парень!» «Можешь звать меня Пит!» Дружелюбным, но грустным голосом сказал он. «Дима!» С силой сжав его руку, ответил тот. «Пит, вас тут все такие приветливые!» «Ты об Энди!» «Видишь ли, это я его попросил никого не пускать!» «Странные порядки!» «А почему?» «Понимаешь, хотелось немного побыть одному, подготовиться. Ведь сегодня особенный день, И вот он стал еще печальней. «Не будешь ли ты так любезен, Пит, Если я приобрету здесь бутылку вина, Ведь у нас с моей девушкой сегодня тоже особенный вечер!» Воспользовавшись его замешательством, спросил Дима. «Какое интересное совпадение! И что же это за вечер? Что в нем особенного? Ну, пришла очередь Димы впасть в замешательство. «Видишь ли, мы завтра уезжаем, И хочется, чтобы этот вечер запомнился!» «Зря так говоришь, парень!» «Вы ведь завтра никуда не уезжаете!» Просто ответил Пит, Но его слова не сразу дошли до Димы. «То есть, как это не уезжаем? Ты ошибаешься, друг! Мы завтра точно уезжаем отсюда!» Но Питер ничего ему не ответил, Лишь ухмыльнулся и отпил вина из стакана. «А что у тебя там за особенный день?» Чтобы как-то нарушить молчание, спросил Дима. «Что в нем особенного?» «Сегодня я встречусь с ней!» Мечтательно ответил его собеседник и уставился в потолок. Ветер распахнул дверь бара, Ворвался внутрь, встревожив огонек за стеклом лампы над стойкой. Тени причудливо замелькали по лицу Пита, На секунду охватив его полностью, И Диму испугало что-то в его глазах, Которые не переставали светиться даже в тени. Что-то зловещее таилось в них. «Я, пожалуй, пойду!» Диме стал совсем не по себе, и он встал со стула. «Энди!» Резко заорал Пит, так что Дима даже вздрогнул. «Вручи моему другу бутылочку лучшего вина! За мой счет!» Энди принес бутылку с бестящей этикеткой и протянул Диме. Тот схватил ее за горлышко, сунул в пакет И поспешил покинуть это мрачное место, Не заметив, как улыбнулся Питер, Пододвигая его недопитый бокал к себе. И снова он оказался на пустынной улице, Продуваемой прохладным мокрым ветром. «Лика, должно быть, уже волнуется», Подумал Дима, проходя мимо Скрепящего дорожного указателя пристань-центр. Лишь на секунду он бросил взгляд на океан, Но этой секунды ему хватило, Чтобы различить небольшую темную точку, Поднимающуюся и опускающуюся на волнах. Он пригляделся. Точка держалась примерно на одном и том же месте, И в один момент Диме показалось, Что он разглядел человеческую руку. Кто-то тонул. Моментально приняв решение, Дима ринулся на помощь, Оставив пакет с продуктами возле указателя. Все равно ведь на улице никого не было. Он бежал так быстро, Как только мог, боясь, Что фигура утопающего скроется из виду. Но напрасно. Точка, как поплавок, Держалась на одном месте. Дима уже подумал, Что, быть может, это буй, Который отнесло волнами. Но с приближением он понимал, Что не ошибался. В волнах бултыхалась человеческая фигура. Большими шагами он пересек Скользкий деревянный пирс, В конце которого была пришвартована Хлюпкая лодка. Забрался в нее и отвязал причалы. Давай уедем туда, Где камни дышат, Где море неспешно берег лижет, Под старыми пальмами солнце светит, Слепит глаза, И мы заснем под ночным небом. Лика сняла наушники, Из которых лилась легкая чарующая музыка И красивые стихи. И посмотрела на часы. Димы не было уже около часа, И это несколько тревожило ее. Наверное, нелегко найти все необходимое В этом захолустье, подумала она, И потянулась за очередной сигаретой. Сделав глубокий вдох ванильного дыма, Она снова погрузилась В созерцание океана. Вдалеке, борясь с волнами, Плыла одинокая лодка. И кому-то взбрело в голову Выйти в океан в такую погоду, Подумала она. Океан не то чтобы был сильно взволнован, Но даже сейчас маленькая посудина Еле справлялась с волнами, Вот-вот готовая перевернуться. Отсюда, издалека, Стихия приставала перед Ликой Во всем своем величественном могуществе. Даже громадные острые скалы На фоне серого бесконечного океана Казались лишь мелкими щепками, А лодка и вовсе была лишь песчинкой. Немного напрягая зрение, Лика различила едва видимую Темную точку среди волн, Именно к ней направлялась лодка. Человек в воде? Стальные мышцы Димы работали на полную, Загребая веслами соленую воду. Его уже чуть ли не трясло от напряжения, Но он не сдавался, Все ближе и ближе приближаясь к своей цели. Это была девушка, О чем, по крайней мере, говорили Длинные мокрые волосы и хрупкие плечи. Лица ее Дима не видел, Ей как-то удавалось постоянно находиться к нему спиной. Впрочем, теперь он уже не так волновался, Что она утонет, Держалась на волнах она без особых усилий, Но Дима не сбавлял темп, Усиленно работая веслами. Волны несколько усилились, Лодка то и дело сбивалась с курсы, Соленая вода плескалась на борт, Ветер в скалах насвистывал Какую-то демоническую мелодию. Лодка поравнялась с девушкой, И Дима протянул ей руку, Выкрикнул что-то, Но звук его голоса разбился о волны. Она медленно развернулась в воде, Так, словно и не прилагала к этому никаких усилий. Точно кружилась статуэтка балерины В музыкальной шкатулке. Ее глаза цвета голубого неба На миг показались Диме Двумя застывшими льдинками, Безжизненными и холодными. Но девушка, тем не менее, Вцепилась за борт лодки И легко забралась внутрь. Их взгляды встретились, И сердце Димы дрогнуло. Он, как зачарованный, Смотрел в ее глаза, Утопая в их бесконечности, Не мог вымолвить ни слова. Девушка улыбалась ему, Аккуратно перебирая Тонкими длинными пальцами Мокрые волосы. Она была прекрасна, Как ни с чем не сравнимая Красота стихии, Окружающая маленькую лодку. Но даже вся сила великолепия океана Не могла заставить Диму Отвести от нее взгляд. Из его головы Тут же исчезли все мысли Об ужине с уликой, О предстоящем отъезде, Обо всем. В них осталась только она. Эта загадочная девушка, Вернее, ее бездонные глаза. Все это было похоже На какую-то древнюю магию. В эти минуты, Случись хоть ураган, Он бы не перестал Любоваться ею. Лодка набирала скорость, Подгоняемая волнами. Она неслась все быстрее И быстрее к берегу. Дождь и океан Смешались в единое целое, Скрыв за собой тонкую, Темно-серую черту горизонта. Но Дима не заметил этого. В мире для него существовала Лишь она. К тому же девушка Как-то приблизилась к нему, До этого сидев на самом краю лодки. Сейчас ее лицо находилось Прямо напротив него. Губы слегка приоткрыты. С них падают капли воды, Отражающие цвет ее глаз, Которые как будто Источали голубоватое свечение. Она что-то говорила ему. Но Дима не понимал слов, Лишь продолжал любоваться ею, Слушая шепот ее губ. Он не двинулся с места, Когда она вонзила Свои острые ногти в его шею, Словно в мягкий бисквитный торт. Теплая кровь заструилась По его плечу, Стекая на грудь. Дева сжала пальцы, Не вынимая их из шеи. И сознание Димы Заволокла темная пелена. Лодка сама по себе Причалила пирсу, На котором стояла Одинокая фигура, Наблюдая за всем происходящим. Руки подхватили Диму И вытащили из лодки На мокрый причал. Лику не покидало чувство тревоги. Уже прошло довольно много времени, Ее терпение закончилось. Мечты о романтическом ужине Испарились, Как будто их не было. Сейчас она думала лишь о том, Чтобы поскорее найти его. Накинув длинное платье И прихватив зонтик, Она спустилась на дорожку, Ведущую вниз к городу, И торопливо шла по лужам, Неприятно охладившим ее ступни. Миновав полосу невысоких Тропических деревьев, Уютно раскинувшиеся вокруг их домика, Она вошла в ущелье. Небеса разразились громом, Сверкнула молния, И несколько мелких камней Упали со скалы прямо перед ней. Что же могло произойти? Он ведь не из тех, Кто может так легко заблудиться. Единственное, почему он мог задержаться? Нет, не хочу и думать об этом. Ее мысли прервал какой-то шорох Совсем рядом. Лика обернулась. Что-то шевельнулось У подножия скалы В темном углу Между двух больших камней, Образующих подобие свода, И исчезла во мраке. Присмотревшись, Лика заметила Едва различимое поблескивание И подошла ближе. Грязь под ногами Мерзко хлюпала. В этом месте Ее было гораздо больше, Чем на тропинке. Вход в нору оказался прикрыт Сухими колючими ветками. Но там, в темноте, за ними Что-то продолжало ерзать И шевелиться, Издавая жуткое, Утробное рычание. Лике не было страшно. Она подумала, Вполне логично, Что наткнулась На убежище какого-то зверяка. То, что она обнаружила, Отодвинув рукой колючие ветки, Повергло ее в шок. В тесной темной норе, Забившись в самую глубь, Скручившись, Сидела на корточках Маленькая девочка, Лит с семи, С перепачканными белыми волосами, Свисающими слипшимися гроздьями До самой земли. Ребенок, Не обратив на Лику Никакого внимания, Что-то сжевал, Издавая рычание, Подобно дикой кошке, Поглощающей добычу. Света едва проникающего В это зловещее логово Не хватало, Чтобы Лика разглядела То, что она ест. Но Лику это уже не интересовало. Еле сдерживая рвотные позывы, Она отшатнулась назад, Поранив руку о колючку, И бросилась бежать. Красный дамский зонтик С белой окантовкой Остался одиноко Лежать вблизи, Усыпанный мелкими Кристалликами Дождевых капель. Парень в красной бейсболке Чиркнул сжигалкой И прикурил, Стоя под небольшим Козырьком магазина. Навеса едва хватало, Чтобы дождь не намочил его. Он прижался спиной К стеклянной двери, Но ветер все равно Сдувал мелкие брызги Ему на ноги. Парень затянулся И выпустил струйку дыма, Когда из-за угла дома, На другом конце улицы, Выбежала девушка В мокром платье. Лика, спотыкаясь На неровной брусчатке мостовой, Чуть ли не упала ему на руки. Парень от неожиданности, Воронив сигарету из губ, Попятился. Потом перехватил Лику за плечи И буквально затащил Внутрь магазина. Колокольчик над дверью Тревожно звякнул. Он усадил ее на свой стул за кассой, Накинул на плечи свою куртку И вернулся обратно к двери, Чтобы перевернуть табличку Надписью «Закрыто» на улицу. «Что случилось?» Спросил он, Включая электрический чайник. Руки Лики подракивали, Цепившись в его куртку, По щекам, словно слезы, Струилась дождевая вода, В ее зеленых глазах Читался ужас. «Там что-то странное», Заикаясь, проговорила Лика. «О, милая, Я тут много чего странного видел И слышал за пару месяцев. Но что тебя так напугало?» Там была девочка в норе. Она что-то ела, Как дикий зверек, понимаешь? Это было так неожиданно и ужасно. Я ожидала там увидеть все, что угодно, Но только не это. «Девочка, — говоришь, — дай-ка угадаю, У нее были белые волосы?» Спокойным тоном сказал продавец. «Да, ты знаешь ее?» Лика закивала головой. «О, нет, милочка, Я ее не знаю, Просто здесь все девочки такие», Парень развел руками. «Что? Как это все?» Ошарашенно спросила Лика. «Ну вот так, очень просто. Здесь у всех маленьких девочек Светлые волосы. Такая вот странная особенность у деревеньки. Ты будешь чай или кофе?» Дружелюбно предложил продавец. «А есть что-нибудь покрепче?» «К сожалению. Хотя, конечно, есть, Но это жуткая пойла. Я тебе пить не советую. Поэтому чай или кофе?» «Кофе. Меня, кстати, Лика зовут. И почему это ты первый не представился? Это некультурно. Она немного успокоилась». «О, прости». На его щеках появился румянец. «Меня зовут Деннис. Ну, можно просто Дэн». Так все неожиданно и быстро произошло, Что я и не успел представиться. Он явно был в замешательстве, Почесав правой рукой затылок, Так что козырек бейсболки Слегка съехал на лицо. «Хорошо, Дэн. Так значит, Тут все маленькие девочки Прячутся в норах?» Спросил Алика После небольшой паузы. «Нет, нет, ты что?» «Это, конечно, Ни в какие ворота не лезет. Они заходят периодически В магазин за покупками, И когда смотришь в их небесно-голубые глаза, То понимаешь, Что красивее ничего в жизни не видел». Дэн чуть потупил взгляд, Погрузившись в мысли. «Ах да, У них еще и глаза у всех одинаковые, Как две капли воды. Странно, наверное, Но это не все странности, С которыми я здесь столкнулся». Он многозначительно замолчал. «Подожди, Дэн. К тебе в магазин, Должно быть, Заходил такой высокий, Мускулистый, Темноволосый парень». «Заходил, конечно. Твой бы и френд?» Немного разочарованно спросил Дэн. «Ага. И давно это было?» «Да пару часов назад. Купил продукт И отправился в бар за вином, Потому что у меня все закончилось». «Бар, значит?» «Да?» В голосе Лики Послышались рассерженные нотки. «Ну, я ему устрою». «Ты бы не торопилась. Я видел, как владелец Закрыл его час назад. Я как раз выходил покурить». «Хм. Но, в общем-то, Это на него не похоже, Чтобы он застрял в баре». «Где же мне его искать?» Растерянно спросила она. «Здесь сложно заблудиться». Дэн только развел руками. «Видимо, что-то случилось». «Видимо, да. Но, может быть, Он задержался, Чтобы помочь кому-то Из местных жителей. Дима такой безотказный, Всем рад подсобить», Предположила Лика. «Ох уж, Не думаю, что он помогает Кому-то из местных. Они не то, что помощи не попросят. Слова лишнего не скажут. В этом и заключается Еще одна странность. Впрочем, Был тут у меня один друг из местных. Парень лет двадцати пяти. Пьяница, правда, ужасный. Каждый день За пойлом переходил Раза по три. Вот он-то мне и рассказал Еще кое-что Более странное, Чем все, что ты знаешь. Но, не знаю, Можно ли ему верить Такому пропорции. И что же он такое тебе рассказал? Поинтересовалась Лика, Взяв протянутую ей кружку С ароматным кофе И приготовилась слушать. Короче, В один дождливый, Преддождливый день, Такой, как этот, Он завалил ко мне в магазин, Весь промокший, Сгреб бутылки три вина, Кинул на кассу Помятую двадцатку И сказал, что Сдачу не надо, Если я с ним выпью. Я, конечно, согласился. К тому, как все равно Собирался закрываться, Ведь посетителей За весь день не было. А дома делать Совершенно нечего. А тут такой удачный случай. Так что мы с Томом, Кстати, он Син владельца бара И бармена в одном лице, Энди. Мы с Томом Изрядно напились тогда, Тремя бутылками, Естественно, не ограничились, Но это не так важно. Общались про всякую ерунду, От рыбной ловли До компьютерных игр. Я еще удивился, Откуда он знает Столько, живя в этой глухомане. Но, как оказалось, Он недавно сюда вернулся, Окончив университет На материке. Но, видимо, Не смог найти достойную работу И вернулся сюда. О чем крайне пожалел. Так вот, ближе к делу. Чуть позже, Уже пьяный, В стельку он рассказал о том, Что отец сегодня Выгнал всех из бара Прямо средь бела дня И закрыл его. Потом вдруг Том вспомнил О каком-то Старом поверье. Но рассказ его был Настолько сбивчиво, Что я понял лишь то, Что в какой-то там день Все местные жители Запирают крепко-накрепко Двери и окна, Чтобы не увидеть Случайно кого-то там. Потому что, Увидев это, Ждет неминуемая смерть. Потом определенный час Они должны выпустить На улице своих Светловолосых дочерей. Зачем я так и не понял Из его рассказа. Но, по всей видимости, Их схожесть Как-то связана С этим обычаем. Ага, После этого Он снова вспомнил про то, Как отец закрыл бар. Но Том, Который тоже вместе Со всеми до этого пил там, Далеко не ушел. А спрятался неподалеку И принялся следить за домом. После этого, Минут через пятнадцать, В бар постучался Пит, Более чем странный человек. Я его видел Всего один раз в жизни, Но, говорят, Он целыми днями Сидит в заперти, Выходя на улицу Лишь когда идет Примерно такой дождь. Том подбежал К двери бара, Когда она закрылась За Питом, И смог подслушать То, что происходило внутри. В основном В баре царила тишина. Потом Пит стал петь Какие-то дурацкие Любовно-романтические песни, О девице небесно-голубыми глазами. Как понял Том, Песни эти он сам Сочинял прямо на ходу. Очень уж они были Убогими и нескладными. Затем он спросил Энди О том, Заезжали ли в этот город Какие-нибудь туристы. Тот ему ответил, Что нет, И это его крайне расстроило. Послышался звук громких шагов, И Том поспешил отбежать, Укрывшись неподалеку За какими-то бочками. Как раз вовремя, В тот момент, Когда Пит открыл дверь Ударом ноги И удалился В сторону пристани. Том последовал за ним. Пит прошел К самому краю пирса И долго стоял там, Что-то бормоча Извиняющимся тоном. Слов Том не разобрал Из-за сильного ветра. Через некоторое время Из воды что-то появилось Прямо возле Пита, Будто бы поднялось со дна. А через несколько секунд Вся округа затряслась От душераздирающего Нечеловеческого крика. Он был похож на крик чайки, Только еще более Высокотональный И затяжной, Словно сирена. Даже я, находясь В этом магазинчике, Слышал его. Когда все стихло, По словам Тома, Пит достал Из пришвартованной Рядом лодки Связанную белокурую девчонку. Перерезал ей горло И вылил кровь в океан. Том не выдержал И прибежал ко мне. Очень странная история, Деннис. Очень и очень странная. Тихо, почти шепотом Проговорила Лика, Поставив пустое блюдце Из-под кофе На прилавок. Можно я Закурю здесь? Ну, вообще-то Босс мне не разрешает. Ну, кури. Он приезжает раз в неделю С паромом, Но это будет только Завтра утром. И то, если погода позволит. Так что, кури. Он поставил перед ней Отрезанное донышко От жестяной банки Из-под колы. Спасибо, Ден. Лика чиркнула Оставленной Деном На кассе зажигалкой И прикурила. Черт, Намокли сигареты. Вот, можешь взять мои. Он протянул ей пачку. Ну, или приобрести, Какие хочешь, Если такие не куришь. Да ладно, Не так уж и важно. И что, Том так все и оставил? Только тебе по пьяни разболтал? Нет, Он сообщил в полицию, Звонил с моего телефона, Но они не стали слушать Его пьяные бредни. Почему же он не позвонил им После этого? Или не рассказал никому в управе? Он сказал, Что в управе Об этом инциденте Лучше никому не сообщать. А после этого дня И до сих пор Я его больше не видел. Ну, а ты? Почему ты никому не рассказал Об этом? Удивилась Лика. Видишь ли, Я ему тоже тогда Не шибко поверил. Уж совсем он пьяный был. Да и я не совсем трезв. Ну, короче, Об этом так никто и не узнал. Кроме тебя сейчас. Займелся Дэн. Эх ты! Что же мне делать? Я должна найти Диму. В эту же секунду Раздался звон колокольчика. Дверь в магазин распахнулась И Лика с Дэном обернулись. На пороге стоял Дима, Держа в руках промокший бумажный пакет, Из которого торчало горлышко Винной бутылки. Дорогая, Что ты здесь делаешь? Спросил он. Нет, Это что ты здесь делаешь? Голос Лики Едва не не сорвался на крик. Я тебя ищу, Рассеянно ответил он. Вот и я здесь Именно по той же причине, Недовольно ответила она. Ну, тогда пойдем домой, С улыбкой сказал Дима. Пойдем. Лика обернулась к Дэну. Спасибо за интересные истории, Дэн. Не за что, Смутился он. Заходи, если что, Вдруг понадобится сын. Думаю, Больше не увидимся, Дэн. Завтра мы уезжаем. Но все равно приятно было поболтать. Лика улыбнулась ему своей неотразимой улыбкой И взяла Диму под руку. Ну, пойдем, сыщик. Расскажешь по пути, Где ты меня искал. Они вышли из магазинчика, На прощание хлопнув дверью. Дождь почти закончился, Хотя тучи на небе еще больше почернели. День клонился к вечеру. Улицы городка оставались все такими же пустынными, Лишь шум океана сопровождал Диму и Лику на их пути. «Что он тебе рассказал?» Поинтересовался Дима после нескольких минут молчания. «Да ничего особенного. Какие-то непонятные байки про нелюдимых местных жителей, Их странные обычаи прятаться по домам в дождливую погоду, И про белокурых девочек». Она не стала сразу рассказывать ему про нору, Решив оставить это, так сказать, на сладкое. По лицу Димы пробежала гримаса гнева, Но Лика не заметила ее. Она смотрела на дорогу, держа его под руку. «Странно, действительно. Не придавай этому значения», — быстро ответил он. «Так а где ты был все это время?» Искал венок нашему ужину. «Неужели это было так трудно, Что ты потратил на это столько времени?» «Ты представить себе не можешь, насколько». В магазине, как ты могла убедиться, вина не было. Пришлось пойти в бар и выполнить там несколько поручений, Поскольку бармен отказался брать деньги. «Не была бы ситуация безвыходной, я бы его послал. Но ты сама знаешь, что мы как-никак на острове». И плюнул бы на это вино. Обошлись бы и без него. Она ненадолго замолчала. Я волновалась, между прочим. «Мне очень жаль, крошка. Я исправлюсь. Обещаю. У меня для тебя, кстати, один сюрприз», — Заговорщицкий сказал Дима. «Звучит волнующе. Но давай уже обойдемся без сюрпризов», — Ответил Алик. «Крошка, ничего сверхъестественного. Обещаю. Я так старался и очень хочу его сделать. Понимаешь, я нашел тут одно местечко, Еще лучше, чем наша терраса. Ну вот теперь это уже не сюрприз», — Слегка расстроенно сказал Дима. «Ладно. Считай, что уговорил. Хотя меня и терраса вполне устраивает. Крошка, ты даже не представляешь, Как там красиво. Я к тому же уже все там подготовил». «Хорошо. Я же сказал», — смирилась Лика. «Можем отправиться туда прямо сейчас. Это недалеко». «А ужин? И зачем нам тогда сейчас туда идти?» «Ну и не знаю. Просто посмотришь, Если не понравится, поужинаем дома, Чтобы не ходить туда-обратно. Это по пути», — Возбужденно проговорил Дима. Волнение в его голосе явно возросло. Лика подумала, Что проще будет согласиться Сходить в это прекрасное место, После чего отказаться от затеи И спокойно поужинать на террасе. Они вошли в ущелье, Ведущее к их домику. Лика собиралась показать Диме Ту самую нору, Но не дойдя до нее метров пятьдесят, Он свернул в сторону И подошел к кустарнику, Вьющемуся у скалы. Раздвинув его лианоподобные ветки, Их взору предстала Небольшая пещера в человеческий рост. Пространство внутри нее Освещалось восковыми свечами, Прикрепленными к камням. Свод ее резко под углом 45 градусов Уходил вверх. На полу было выбитое некое подобие ступеней. Дима смело вошел в пещеру И помахал Лики рукой, Приглашая последовать за ним. Та несколько поколебалась, Вспомнив о девочке в норе И о рассказе Дэна, Но все же пошла следом за Димой. Он схватил ее за руку И чуть ли не силой потащил вперед. Пещера все не кончалась и не кончалась. Уходя все круче вверх, Свод ее становился шире, Вскоре спереди повеяло Свежим океанским воздухом. Огоньки свечей мелькали перед глазами, В их свете остальные детали пещеры Становились плохо различимы. Но Лика увидела, Как что-то блеснуло под ногами. Дима отпустил ее руку И повернулся. «Подожди здесь, Я мигом проверю, Все ли готово», Взволнованно сказал он, Оставив ее одну. Пещера здесь вертикально уходила наверх. У стены стояла ветхая деревянная лестница, По которой и забрался Дима. Лика оглянулась назад, Туда, где заметила поблескивание, И подобрала с пола Черный крест с четырьмя белыми камнями на концах. Медальон Димы, Тот самый, с которым он никогда не расставался, И как это она не заметила, Что он отсутствует у него на шее? Как он здесь оказался? Неужели Дима обронил его, Когда был здесь ранее, И не заметил? Лика понимала, Что это было маловероятно, Но других вариантов она не видела. Сунув крест в кармашек платья, Она попятилась назад. Но Дима уже спрыгнул обратно в пещеру И протянул ей руку. «Ну давай же, поднимайся!» Голос его был крайне взволнован. Лика неуверенно взяла его за руку. Он подвел ее к лестнице, Быстро забрался по ней, Вылез наружу из пещеры И снова подал ей руку. Лика встала на шаткую деревянную перекладину, И Дима буквально вмиг затащил ее наверх. Она едва успела удивиться его селище. Оказавшись на свежем воздухе, Лика затряслась от охватившего ее страха. Она поняла, что угодила в ловушку И пожалела обо всем. Перед ее глазами перестала Совершенно невообразимая картина. Пещера вела на плоскую и голую вершину Самой высокой скалы Из всех близлежащих. Ветер здесь просто сбивал с ног. Шум океана далеко внизу Напоминал тихий шепот. В диаметре вершина была Где-то около пятидесяти метров. Лика и Дима оказались Примерно в ее центре. Впереди них находилось Каменное трехъярусное возвышение, Искусно вырубленное Кем-то из камня. Явно не одним человеком. И не один десяток лет Был потрачен На изготовление постамента. Поверхность камня была Испещрена витиеватой резьбой На каком-то забытом языке, Напоминающем письменность Древних славян, За тем исключением, Что штрихи и углы букв Были скругленными, Волнистыми, Словно океанские волны. Но все эти детали Миновали сознание Лики. Все ее внимание Было вмиг приковано к тем, Кто составлял им компанию В этом жутком месте. На первых ярусах Расположились Около двух десятков Белокурых девочек. Они стояли на коленях, Задрав головы К верхнему ярусу Словно щенки, Ожидающие кормежки. На вершине странного постамента Совершалось дикое И невообразимое действие. Девушка, Такая же светловолосая, Как и детишки вокруг, Сидя на корточках, Рвала на куски Тело человека И швыряла их в стороны. То и дело Одна из девочек Подскакивала с места, Хватая зубами Свой кусок добычи И принималась грызть, Издавая утробный рык. Девушка повернулась В сторону Лики, Держа в зубах Окровавленный кусок Человеческой плоти, С которого стекала Тонкая струйка крови. Сплюнула. Кусок тут же был подхвачен И растерзан копошащимися Внизу белокурыми монстрами. На ее лице, Перепачканном во время трапезы, Блестели небесно-голубые глаза И длинные саблевидные клыки, Уродующие красивые черты лица. И она закричала. Крик ее едва не разорвал Барабанные перепонки Лики. Волосы встрепенулись От налетевшего Вдруг порыва ветра. Крик был похож на крик чайки, Только намного более высокий И протяжный. Лика попятилась назад, Вытянув руку к тому месту, Где, как она предполагала, Находился Дима, Ища поддержки. Но вместо этого Она ощутила сильный толчок в спину. Задыхаясь от страха, Она обернулась. Вместо Димы Сзади нее стоял странный человек В черных одеждах И широкополой шляпе, Поля которой сползали вниз, Закрывая его лицо. «Дима, где?» Еле выговорила Лика, Но человек в шляпе Упер руки в бока, Поднял голову к небу И жутко расхохотался. Он просто заливался Своим демоническим смехом, В то время как белокурые детишки Отвлеклись от поедания Кусков плоти И покошачьи стали подкрадываться к лике, Оскалив острые зубы В зловещих улыбках. Рты их были все в крови. Кровь, кровь везде. Ветер разносил соленый запах крови. Кровь сечилась Из бесформенных кусков, Разбросанных вокруг Недоеденной человечины. Кровь стекала по их белым колыкам. Пронзительно голубые бриллианты Их глаз В кровавой, темно-рубиновой окантовке. И вдруг раздался Оглушительный выстрел, Оборвав демонический хохот И заставив девочек замереть. Голова мужчины в шляпе Лопнула, как перезревший арбуз, Разлетевшись в стороны. Шляпу подхватил ветер И бросил вниз со скалы. Колени его подкосились, И он рухнул прямо у ног Лики. За ним, держа дымящийся обрез на изготовку, Стоял Дэн. «Быстро! Спускайся вниз и беги!» Крикнул он. Лике не нужно было повторять дважды. Без лишних слов она бросилась бежать, Спрыгнув в пещеру. Сухая старая лестница Чуть не треснула у нее под ногами, Но Лика успешно миновала ее И углубилась в освещаемую свечами пещеру. Отблески на стенах перемешались с тенями, Словно в каком-то адском калейдоскопе. Лика бежала сквозь него, Не жалея ног. Сверху раздался звук еще двух выстрелов. Сердце Лики стукнуло точно им в тагон. Она выбежала из пещеры в ущелье, Будто вырвавшись из каменных лап. И без оглядки устремилась в город. Никакого плана дальнейших действий у нее не было. Она лишь бежала, решив не останавливаться, Пока силы окончательно не покинут ее. Пустой город встретил ее Все той же неприветливой тишиной, С закрытыми дверями и окнами. «Эй, подожди!» Послышался от кота сзади знакомый голос Дэна. Парень быстро догнал ее И остановился отдышаться. Лика тоже запыхалась и тяжело дышала. Но находиться на перекрестке В опасной близости от ущелья ей не хотелось. Она схватила его за шиворот, И поволокла вперед. «Не, не, отпусти!» «Я сам дойду!» Он оттолкнул ее руку. «Вот и чудесно!» «Тогда давай поспеши!» И они быстрым шагом двинулись в сторону магазина. «Облагодарила бы хоть!» «Спасибо!» «Ты подоспел как раз вовремя!» «Следил за нами!» Лика и Дэн зашли в магазин. «Они придут за нами!» «Это плохое укрытие!»» «Ты думаешь, они придут?» «Сколько из них ты убил?» Тревожно спросил Лика. «Шесть-семь!» «Осталось еще полтора десятка!» Холодно ответил он. «Черт! Вот и они!» Воскликнула Лика. Из-за перекрестка точно стая диких собак На четырех конечностях выбежала толпа детей. Дэн успел запереть дверь на замок Перед тем, как они набросились на нее. Стая объясновалась снаружи, Прыгая и дергая дверь за ручку, Вгрызаясь в нее острыми зубами. «О боже! Кто эти твари?» Точное забытие раздался голос Лики. «Если бы я знал!» Ответил ей Дэн. «Но они чертовски голодны! Эта дверь их надолго не остановит!» По стеклу уже расползалась паутинная трещина. «Может быть, перебьем их всех?» Предложила Лика. «Жестокое обращение с детьми?» Попытался пошутить Дэн. «С радостью! Вот только патроны закончились!» «Супер!» Лика метнулась к телефонному аппарату, Стоящему возле кассы, Принялась крутить диск. «Надо уходить!» «Смотри!» Зарал Дэн. Толпа злобных детишек у входа раступилась. Вперед вышла девушка в белых одеждах, Точно фея из доброй сказки. Следы крови и клыки на ее лице исчезли. Призрачно-бледная кожа будто бы светилась на фоне серого сумрака. Изящные черты лица и светлые волосы Подчеркивали красоту ее блестящих голубых глаз. Она подошла к стеклянной двери магазина И положила на нее свою бледную ладону. Ее ногти удлинились за долю секунды Сантиметров на десять и впились в стекло. Кожа на пальцах посерела, Покрывшись сетью мелких черных прожилок. Ужасающие изменения коснулись ее лица. Зубы вырезли наружу, Разорвав ее аккуратные губы в лоскотия, Превратившись в заостренные белые сабли. Кожа также посерела и покрылась черными пересекающимися линиями, Словно тима из нее рвалась наружу. Волосы до этого белым спокойным потоком, спадавшие ей на плечи, Сейчас развивались на ветру, как тонкие нити паутины. Глаза ее жадны, озлобленно впились в доходящихся внутри людей. И она закричала своим нечеловеческим ритмом, рвущим барабанные перепонки. Окна и дверь магазина задорожали и взорвались водопадом стеклянных брызг, Ранее царапая незащищенные участки тела беглецов. Лика и Дэн едва успели закрыть лица руками. Когда звон от осколков утих, И лишь едва позвякивал в тишине дверной колокольчик, шатаемый ветром, Она сделала шаг внутрь. Белокурые монстры с кровавым оскалом на лицах выстрелились у нее за спиной. «Есть щипсы, жевательная резинка!» Неожиданно и не к месту вдруг сказал Дэн. «Тушеная говядина, картошка фри, цыплята табака, Рыбные консервы, сырая рыба, креветки, кальмары, Сырая свинина! Ммм, вкуснятина!» С этими словами он кинулся к витрине. «Как же я проголодался! Ммм!» Уже кричал он, разрывая пакет с щипсами и запихивая охапку себе в рот. Толпа детишек во главе с ужасной девой замерла, наблюдая за ним. Дэн вскрыл банку консервированной рыбы и опрокинул ее себе в рот. Пара рыбьих хвостов прилипла к его щекам, Масло вылилось и размазалось по лицу, капая жирными каплями на одежду. Он кинул банку на пол, упал на карачки и по волчью завыл. Почему-то Лику это уже не удивило. Из всех ужасных и неподдающихся объяснению странных событий за день Это было самым незначительным. Тем временем Дэн перевернул полку с консервами, И та с диким грохотом обрушилась на пол. Словно очнувшись от забытия, из-за шума, Толпа у входа пришла в движение. Дети принялись вид сахароводом у ног Девы, Издавая душераздирающий писк. Она разжала челюсти, выпустив наружу уродливый, Исклицкий змеиный язык, и бросилась на Лику. Та проскочила меж прилавком и оставшейся стоять витриной, Перепрыгнула совершенно свихнувшегося Дэна, Идва не поскользнувшись, на пролитом масле, Обогнув толпу бесновавшихся тварей, Выбежала из магазина и бросилась бежать прочь. Она слышала, как визжат твари за ее спиной, но не оглядывалась. Дождь прекратился, и на небе в серых облаках образовался просвет. Робкий луч солнца осветил загорелую, Мускулистую фигуру мужчины в гавайской рубахе, Закинувшего на плечо длинную винтовку. «Дима?» Глаза Лики в обрамлении растекшейся темной туши округлились от удивления. «Я крошка!» Он подмигнул, и Лика спряталась за его широкими плечами, как за стеной. Из глаз юлились слезы, Слезы то ли от пережитого шока, то ли от радости спасения, В которые она до сих пор не верила. Прямо у нее над духом раздался мощный выстрел, Оглушивший ее, следом за ним еще один, Уже еле слышный, и еще, и еще. В ноздри ударил запах дыма. Земля у нее под ногами пошатнулась, В глазах потемнело, Пальцы, держащие Диму за плечи, бессильно разжались, И Лика потеряла сознание, Упав рядом на влажный камень-постовой. Скоростной белый паром с надписью «Атлантик-экспресс» на борту Резал носом кромку воды, Унося Диму и Лику на материк. Океан неторопливо ласкал закатное солнце, Красиво переливающийся алыми красками в гребнях его волн. Дима обнимал ее за талью и дымил сигарой, всматриваясь вдаль. «Ты действительно думала, что я погиб?» — тихо спросил он. «Да. Понимаешь, твой медальон в этой пещере, Те жуткие кровавые ошметки, которые они ели наверху. Все это как-то сложилось вместе и…» «Не хочу об этом вспоминать. Главное, что это был не ты». «Бедный бармен. Он все это время хотел защитить меня. Пытался выгнать из бара, чтобы я не попался на удочку этого Пита. А в итоге попался сам. Если бы не он и его добрая винтовка, Страшно даже подумать, что они с ним сделали. Наверное, никогда не смогу забыть». «Я тоже. Незабываемый отдых», — пошутил Алик. «Это уж точно». Дима замолчал, набрав в рот сладковатый дым. Затем выдохнул его и негромко спел. «Шепот волн да прибой, я вернулся за тобой. Здесь навеки ты со мной, под покровом тьмы ночной». В его глазах блеснул голубоватый огонек.